Через полтора-сот километров мы нагоняем, мы упираемся. Дорога загармождена, это отступает гражданское население Восточной Пруссии. Вот. Повозки, фургоны, автомобили. У них автомобили такие, не военные. И вот наша пехота и танкисты сбрасывают все эти повозки, фургоны, машины в кювет. И пока они сбрасывают, солдаты срываются со своих мест и начинают насиловать женщин, немок. И вот мой взвод собственный, все мои солдаты бросаются и насилуют немок. Когда на спасение дети, матерей пытаются спасти, их застреливают. Их расстреливают детей. Значит, теперь на дороге стоят генералы, наблюдают это, полковники. Ну, временно, дальше ехать нельзя, была загармождена дорога. Вышли. Телефонистки мои все смеются. Реакция, они бы терщиницы все были. Телефонистки. Я в ужасе был совершенно. Я сидел в машине и наблюдал это дело и не хотел выходить. А весь мой взвод, за исключением девочек, он насиловал немок. Вот. И, значит, у меня жуткое впечатление было. Я читал когда-то Карфаген, мне это напоминало. И, наконец, дорога была освобождена, и мы двинулись дальше. Но уже наступала ночь. И приказ от командующего армии приказал мне с моим взводом, всей нашей роте, роте, занять вместе с артиллеристами фольверки, которые в глубине 12 километров оставили от этого, от шоссе, по которому мы наступали временно, остановилось наступление. И вот я утром просыпаюсь, выхожу, смотрю эти стаканичные черепичные крыши, эти немецкие, первый раз в жизни вижу. Ну, второй раз, я уже в Гальдапе, я видел когда-то. Вот, все это любопытно. И вдруг входят две девочки, не немки, в калитку. И подбегают ко мне, я стою. И говорят, что там мазер, бразер, брат, мать. Потеряли родителей и ищут. Девочки лет по 16-две. Я понимаю, что их сейчас изнасилуют, поймают. Вот, и им показываю знаками, объясняю, что нам немедленно уходить надо, отсюда убегать. И они меня понимают. И они убегают. Через калитку побежали. Вот эту. А я захожу к себе, сижу около телефона, отдаю приказания там и прочее. Вот, в здании. И вдруг слышу вопли какие-то. Подхожу к окну, и это вышел, я описываю это, вышел майор, подлец невероятный был. Он надо мной издевался. Вообще, никакой чести не было у человека. Майор Андрианов построил всех своих штабных работников, шоферов, в две шеренги, приказал раздеть этих... Поймали этих девочек, раздели их, и приказал всем снимать штаны. И стояло две таких шеренги, и насиловали этих двух же девочек по очереди. Они начали истекать кровью, вот. А я смотрел это все с ужасом. Вот. И потом он вынул, когда они потеряли сознание, вынул наган, подошел, выстрелил им в рот, застрелил этих двух девочек. Вот. А рядом был свинарник. Их... Девчонок этих бросили в свинарник. Вот. Я совершенно был потрясен этим всей историей этой. Я подошел к свинарнику, к этому через полчаса. А там лежали только черепа. Эти свиньи голодные были, они их съели. Черепа лежали, и крестики их лежали. И бусы. Вот. Этих девочек. Значит так. Это изнасилование. Это непрерывное изнасилование женщин, в котором принимали участие почти поголовно все. Вот. И... И... ... ...